Я глубоко вдохнул через нос и прошептал в своем сердце. Я вернулся. Я наконец вернулся сюда! Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить экономику на краю мира последний третий эпизод. Не забываем пошлепать мой лайк, написать свои комментарии, ну и погнали! Но тогда означало ли это, что это был мой личный предел? Был ли я одним из многих, кто, когда доходило до дела, был урезонен гнётом здравого смысла? Но желание, которое я с таким трудом исполнял всё это время, было не настолько мелким, чтобы его можно было присытить моими собственными фондами. Я зашёл так далеко, чтобы делать наилучшие инвестиции, используя наилучшие методы и величайший капитал. И именно поэтому я думал, что смогу преодолеть мою слабость восьмилетней давности. Я спросил себя, удовлетворит ли меня лишь это? Смогу ли я сказать, что у меня нет сожалений? Можно ли будет сказать, что я сделал всё, что было в моих силах? Что бы ни сказал Марко, с юридической точки зрения, я мог принимать решение самостоятельно. В юридическом жаргоне значилось, что я мог использовать уставы фондов, чтобы перекрыть извлечение капитала и поместить все деньги под защиту. Но! Просто сделай это. Слова Элеонор эхом отдались в моих ушах, словно сладкий соблазн дьявола. Стоит ли мне продолжать? Протащив Элеонор до самого края лунной поверхности, разве не должен я протащить всех тех людей, которые вкладываются в деревянного осла до самых краев земли? Бахвалясь, что вклад их денег в меня стал концом их удачи. Я неожиданно ахнул, поднимая голову. Верно! Если бы я сказал, что абсолютно уверен, то мне остался бы еще один вариант. У меня совершенно не было нужды пытаться угодить богатым людям, которые даже не могли решить, хотят они покупать или продавать. А, хотят они покупать или продавать. Для этого существовало лучшее место. И многие люди на лунной поверхности именно этим и занимались. Марко, мне нужно идти. А? Я буду делать, что захочу, используя собственные акции. Хал, эм... У меня очень плохое причем... Я отключил связь, даже не дослушивая конец его предложения. Да, если я собирался сделать что-то с собственными акциями, он был бы не против. Так сказал сам Марко. Почему бы мне не заработать денег основным делом и вложить их? Я так и сделаю. Я набрал номер на своем планшете и нажал на кнопку вызова. Но я бы использовал мет... Но я бы использовал методику под стать инвестором. И как только связь установилась, я произнесся следующие слова. Я вспомнил кое-что, о чем слышал очень давно. А, э, что? Пожалуйста, представь меня вашему инвестиционному подразделению. У меня есть залог. Я уступлю 49% прав на обладание нашим фондом. А, прошу прощения... Я хочу, чтобы вы заняли мне денег. Я не смог сдержать улыбку, формирующуюся в уголках губ. Около 200 миллионов молсов. Я буду умнее Уоллеса и использую все, что у меня есть. Для этого я даже займу деньги, которые я оставил на крах продукта Ижерожберга у самого Ижерожберга. А это Крис. Люди, незнакомые с тем, как работает мир, могли бы сказать, что никто бы не стал делать что-то настолько нелепое, но вспомните, что сказал Карл Маркс. Да хрен его знает. Последним капиталистом, которого мы повесим, будет тот, кто продал нам веревку. Если бы Хагана была рядом со мной в данный момент, она бы взглянула на меня широко раскрытыми глазами и сказала Ты идиот? Да, я идиот. И именно здесь ты сражался за звание самого большого идиота. Мне ведь нужно будет рассказать об этом инвестиционному отделу. Ты правда уверен? Когда она осознала, что я не шучу, Крис понизила голос. Я четко ответил. Конечно. Мер инвестиций, где нельзя предугадать, что произойдет дальше. Это чувство медленного погружения вниз с высот. Я помнил, как легко я шел по головам других людей восемь лет назад. Я глубоко вдохнул через нос и прошептал в своем сердце. Я вернулся. Я наконец вернулся сюда! Я выглянул из окна отеля. Перед моими глазами предстало широкое пространство космоса, полное еще не изученных звезд. Вернуться на Землю? К данной ситуации подходило выражение «узник притяжения». Как я мог позволить моему телу быть связанным притяжением, когда я был полон возбуждения? Это было смешно! Как только я закончил разговор с Крис, я начал подготавливаться к возвращению на лунную поверхность. И речи не может быть о том, чтобы я не принимал участие в этой безумной ставке лично. Моё беспокойство продлилось всего несколько секунд в лучшем случае. Я был так уверен, что Лиза и Марка будут ошарашены. Но я знал, что Элеонор поддержит меня с улыбкой на лице. Поэтому, когда я позвонил Элеонор, уже вернувшийся обратно на Землю, чтобы рассказать ей, что я сделал, мне показалось, словно я звонил домой, чтобы похвастаться хорошей оценкой. Мне кажется, тебе нужно поступать так, как тебе угодно. Элеонор хихикала. Я хотел вернуться на луну, даже если бы мне пришлось бежать весь путь дотуда. Едва я вернулся на лунную поверхность, как мой планшет был полон отчётами о покупках. И почти все были покупками чего угодно, кроме акций. Это был тот финансовый продукт, который видели нечасто. Продукт, который пользовался плохой репутацией у людей, делающих ставки на лунной поверхности. Его выбрасывали. Я почтён иметь такого отчаянного босса, как ты, Халл. Как только я вошёл в офис Schweitzer Investment, Марко взглянул на меня из-под полуоткрытых глаз и выдал эти слова. Я не собираюсь урезать твою зарплату. Я всего лишь использовал будущую прибыль в качестве залога. Да, так ты мне это обрисовал в теории. И покупка протекции продвигается хорошо. Вернувшись на Землю с орбитальной базы, я тут же отправился в Ижарочберг, чтобы обсудить мой кредит. У меня и меня приводило в замешательство то, насколько быстро всё было улажено. Казалось, что, выходя в топ-15 показателей доходности в инвестиционных журналах, да к тому же имея титул Героя Лунной Поверхности, будучи менеджером фонда, я заработал куда больше признания, чем подозревал изначально. Конечно, я сообщил работникам Ижарочберг, для чего я использую эти деньги. Казалось, это совсем не волновало начальство. Или, скорее, казалось, словно они рассчитывали на то, что я проиграю весь кредит в этой глупой ставке. После чего им в руки перейдут пакеты акций моего фонда. К тому же, они были не против того, что моя позиция была противоположной Ижарочберг. Пока займы приносили прибыль, они были готовы на всё. Даже если бы в итоге другое отделение было разбито в дребезге. Пока наша команда была прибыльной, все средства были хороши. Словно говоря, таким образом нам будет легче продвинуться вперёд. Ковбойский капитализм. Таким образом, прихватив с собой 240 миллионов мулсов, я направлялся в сторону золотых рудников. Всё проходит нормально, но настолько дёшево, что капитал падает недостаточно быстро, а недавние ограничения приостанавливают процесс. Если они не недавние, тогда кредиты на недвижимость выдадут неосознанную прибыль. Даже когда цена в итоге упадёт, всё ещё присутствует риск того, что я их смогу продать по высокой цене и выплатить кредит целиком. Но вот если они совершенно новые, тогда цена, вероятнее всего, ещё не поднялась. Если что-то случится, то именно они упадут в первую очередь. Халл, твои размышления всё больше похожи на мысли доктора. Ну, существует лишь одна правда. Даже если бы я начал с другого места, то всё равно бы достиг того же самого пункта назначения. Хотя, если так посмотреть, то это значит, что я на вторых ролях. «Но ты ведь собираешься осуществить этот план, используя своё положение?» Сказав это, Марко пожал плечами. «Возможно, греховность этой гонки, выявляющей кто самый жадный, была ему противна». «Но это не тот тип транзакций, которые мы можем совершать неспешно. Если мы можем заставить их участвовать два года... Нет, полтора». «Тогда этого будет достаточно. Собери примерно 100 миллионов мулсов за раз». «Хотел бы я, чтобы ты поставил себя на место человека, сидящего на телефоне». Ворча, Марко ответил на звонок и принялся вести переговоры. И пусть действовал он неохотно, когда приходило время заключить сделку, он брал себя в руки. Поэтому он был надёжным. Присев, я глубоко вздохнул, наполняя лёгкие офисным воздухом. Я отсутствовал несколько недель. Должно быть, дело в том, что я покинул лунную поверхность всего на небольшой промежуток времени, но атмосфера казалась невероятно ностальгической. В голове у меня царил совершенный порядок. Ах, сейчас я, несомненно, делал вложение. Стоило только мне подумать об этом, как кровь запульсировала в кончиках моих пальцев. Я включил экран. И начал работать со страстью, неведомой мне, вот уже несколько месяцев. В течение следующих двух недель заполучить протекцию оказалось до смешного просто. Продавцам не нужно было что-то давать, и они получали деньги, поэтому такие люди собирались, словно мухи на мёд. Конфиденциально? Конечно, сделаем! Протекция, включенная в абсолютно новые ценные бумаги, состоящие из кредитов? Конечно, можем посмотреть! Так что скажете? Мы добавим протекцию к вашему мезонинному праву требования. Поэтому просим, покупайте у нас. Похоже, они устанавливают цену на эту протекцию случайным образом. Когда я купил протекцию стоимостью против прав требования второй очереди в 5 миллионов молсов, они продали мне ту же протекцию, что и против среднего ранга, которая более безопасней. Марк заговорил ошарашенным голосом. Следуя местам, где продавцы были особо разговорчивыми, страховая ставка второго по надёжности среднего права требование на рынке должна составлять 0,25%. Но это, похоже, всего лишь фасад. Нам сказали, что раз уж её никто не покупал, то и установленной цены тоже не было. Даже протекция против самого опасного права требования второй очереди едва ли смогла найти покупателя, появившись на рынке. Поэтому если такой странный клиент, как я, решил купить эту протекцию, то я мог заплачить сколько угодно дополнительных. Кроме того, так как эти дополнительные протекции были всего лишь информацией, они бы обошлись банку даже меньше, чем, скажем, бесплатные салфетки. Если они ничего не стоили и приносили им клиентов, тогда и проблемы в получении дополнительной протекции не было. Вместо того, чтобы продолжать бессмысленные переговоры, возможно, будет лучше пойти этим путём. Но с точки зрения рейтинга требования среднего ранга находятся на том же уровне, что и облигации развитой страны. Что означает, что ожидаемая ценность бесконечна. В конце концов, они отдают её бесплатно. Следуя твоей логике, какой именно риск включает в себя бесконечная прибыль? Работая над собственным фондом, я поднял голову и отчеканил. Так же рискованно, как терпеть своего собственного подчинённого, называющего тебя идиотом. Ты злишься, Хал? Ну что ты, я развлекаюсь. Марко отвращённо скривил лицо, доел конфету и вернулся к звонкам. О, уже всё? Заговорив, я вдруг осознал, что настал вечер. Рынок недавно закрылся. Пусть даже в мою рутину входили проверка финансовых дел, нескольких компаний и разговор по телефону с несколькими представителями и рассмотрения такого же количества инвестиционных сделок, всё закончилось. Такое происходило вот уже несколько дней. И всё же, стоило мне потянуться, как спина тут же хрустнула, тут же хрустнула. Доказательство моей сосредоточенности на работе. Казалось, я стресс из-за невозможности сделать то, что я хочу, угнетал меня. Я расплылся в кривой улыбке. Я думал, что даже если инвестиции в протекцию обернутся неудачей, я всё равно смогу и компенсировать это. И я просто обязан ещё раз поблагодарить Элеонор. Такими были мои мысли, пока я собирался домой. У меня не было причин заставлять себя работать сверхурочно. Марко ушёл на основную работу. Как только... Как только он смог отвертеться от банковских сделок. Поэтому в офисе было пусто. Я отправил ему письмо, в котором говорилось, что я ухожу домой первым, и вышел из офиса. Когда я покинул здание, купол лунной поверхности отражал закатное солнце. Это время нравилось мне больше всего. В этот момент... Снаружи всё ещё кипела жизнь. Люди прогуливались по улицам, довольные проделанные за сегодня работой. И улица Шрёдингера тоже не стала исключением. Конечно, пусть даже рынок лунной поверхности был закрыт, рынок земли всё ещё работал в... В каких-то местах. Для дельцов, оперирующих по всему миру, и людей, занимающихся земными инвестициями, сражение только начиналось. Даже эта атмосфера, подпитываемая жадностью, сейчас казалась мне весёлой ярмаркой. Я коротко поздоровался со стариком, стоящим за тележкой для хот-догов. А затем направился к центральной станции. Я подумывал о том, чтобы вернуться домой подобным образом. Но вечер только начинался, поэтому... Я решил завернуть в Клэптон Сквар. И тут и там сновали люди, спешащие домой. Туристы, наслаждающиеся ночными огнями, люди, жаждущие потратить с большим трудом заработанные деньги. Они безостановочно смеялись. Я прошёл через торговый центр, соединённый со станцией, и, дойдя до зоны отдыха, я всё же решил присесть. Когда я пришёл сюда вместе с Крис четыре года назад, она была поражена количеством людей. Но сейчас, казалось, их стало даже больше. Я поправил одежду, которая успела помёться, пока я пробирался сквозь толпу. И направился в сторону более тихого места. Я пришёл сюда без какой-либо цели. Но раз уж мой офисный компьютер был со мной со времён моего сотрудничества с Элеонор, я решил взглянуть на компьютеры. Я зашёл в интернет в поисках магазина, который порекомендовал Сэра. Оказалось, он находился довольно близко. По пути туда я купил себе мороженое. И теперь откусывал от него кусочки, шагая вперёд. О! Пройдя ещё немного... Ещё немного... Впереди я увидел знакомые фигуры. Два человека заинтересованно разглядывали различные продукты, хаотично размещённые за стеклом магазина. Пусть даже я стоял прямиком за ними, и они, казалось, даже не догадывались о моём присутствии. Они непрестанно болтали, используя технические словечки, совершенно мне непонятные. Сэра! Крис! Они заметили меня лишь после того, как я позвал их. О! О, Хал! Я потревожил вас на свидании? Спросил я, лизнул мороженое. Сэра рассмеялся, обнимая Крис за плечи. Крис же сердито надуло щёки. Это не свидание. Такой быстрый отказ, ты ранила меня в самое сердце. Хороши слова для того, сэра, кто параллельно добивается внимания раны. Я всё расскажу Лизе. На работе я окружён одними лишь мужчинами. Это ведь непросто. Пожалуйста, сжалься надо мной. Может, дело было в том, что у сэра и у Лизы был аналитический склад ума. Но у них было много общего, и они хорошо ладили. И часто выходите по магазинам вместе? Кто бы говорил, на себя посмотри. Ешь мороженое, или не выходишь туда-сюда. Какое неподобающее поведение! Произнес сэра, забирая мороженое из моей руки. Он, не колеблясь ни секунды, откусил от него, а затем протянул Крис. Крис учащенно заморгала, а затем сама откусила кусочек. Сегодня я закончил работать пораньше. Вот и подумал, что разные прогулки время от времени не так уж и вредны. Кроме того, мой рабочий компьютер уже устарел. Мы говорили о том же букв... О том же буквально только что. Наткнулись друг на друга совершенно случайно. Ну, я тут вместе с Лизой и Реной. Они тоже здесь? Они пришли посмотреть на мебель, бог его знает. Кто-то предложил, что жилищный проект пойдет лучше, если квартиры будут обставлены мебелью. Но так как им уже очень нравится... Но так как им уж очень нравится делать покупки, мне стало скучно и... И я сбежал. Тяжело тебе, наверное. Протянул я надкусывая свое значительно уменьшившееся мороженое, протянутая мне Крис несколькими мгновениями ранее. Так ты, Хал, ищешь новый компьютер? Да. Я взглянул на Крис, смотрящий на меня глазами собаки, ожидающий, когда хозяин бросит ей теннисный мячик. А вот что мы бросим ей, мячик или полку, мы узнаем уже в следующий раз. А сегодня будем заканчивать. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok